Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан», том 12, вопрос, 2605. В первой книге Царств повествуется, что пророк Самуил обличал первосвященника Илья за негодных сыновей. Ильй увещевал сыновей и погиб из-за них, а у Самуила дети оказались не лучше. И в Библии не сказано, что он хотя бы что-то сказал в упрек своим детям и не пострадал от Бога. А еще Бог наказал народ, ропщущий на его сыновей. Почему так? Или что-то не написано о Самуиле? Ведь воспитание Ильи и Самуил были вообще-то наравне. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Самуил был мальчиком, когда Бог стал открываться ему. Он не обличал Илья, но только после неоднократных угроз от Илья за молчание открыл, что Бог говорил о нем. Прочтем, как было дело с Ильем и Самуилом и их детьми. Первая царств, 2 глава, 12-17, с 23 по 25 стих. Сыновья же Илья были люди негодные. Они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом. Ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Илья же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами. И что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скиню собрания. И сказал им, для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа Господня. Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу о вас. Не делайте так, ибо не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. 1 Царств 8 глава 1, 3, 5 стих. 12 глава 102 по 4 стих. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно. И сказали ему, вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И вот царь ходил пред вами, а я состарился и посидел. И сыновья мои с вами, я же ходил пред вами от юности моей и до сего дня. Вот я, свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником его. У кого взял я вала, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои. И я возвращу вам. И отвечали, ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял. Бог не наказал народ за ропот на сыновей Самуила. За отступление от Бога был упрек. Первое царство, восьмая глава, седьмой стих. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними. Только согласно кончине Илья и Самуила видна большая разница между ними. Один погибает за грех сыновей, а другой мирно прощается с народом. Там сыновья погибли в один день, а здесь ни слова об их кончине. Просто народ их не переизбрал на выборах. Те были богатступники, а эти взяточники. И разницу в детях показал Бог. Самуил за детей тоже был наказан тем, что его легитимная линия пророческих ставленников была прервана избранием Саула. Жить одному и не иметь друзей, страшнее кары злому не измыслить. Не храм душа тогда, заброшенный музей. В порывах ветра под ногами листик. Пустыня, созерцание, пещеры. Безмолвие корешки и для себя лишь труд. И никого друзей, когда ресурс исчерпан, когда разорван, не сомкнулся круг. Эгоистичны думы о себе. Уход из мира в высший эталон. Не к людям с благовестием их бег. Из отчуждения вокруг стена заслон. И никаких примеров из Писания, но извращения и евангельских словес. Родных и близких видят только псами. А сам живьем на небеса залез. Не отделяйтесь в алтарях на час. Не покидайте падших и заблудших. Без света и без влаги даже дуб зачах. Слова Христа. Кто посигнул улучшить? А он учил благовестить родным. С доставкой на дом и без оговорок. Измыслен и долмона. Ты один. Нарыли Киева печерских норок. Где двое или трое не на час. В командировку с Павлом суетятся. Не просто труд апостольский начать. Ни монархические бредни, басни, лясы. Монашество нежизненно и вредно. Когда скрывается по дебрям, островам. Канонизировали сновидения, бредни. Как бы апостольская церковь не права. Кто обречен таиться и не сеять. Допрос их неизбежен за таланты. И в этом оказаться можем все мы. Не принижать евангельскую планку. 12 февраля 2005 год. Игла.